50 преступлений раскрыты и 5 человек задержаны. Таковы итоги оперативно-профилактического мероприятия «Ночь». С пятницы на субботу на дежурство вышли около 300 сотрудников Магнитогорской полиции. Впервые к стражам порядка подключилась народная дружина Треста «Цеплификация». Вместе с ними в рейд отправилась и наша съемочная группа. Операция «Ночь» для участкового Эдуарда Титова начинается с обхода жилого сектора, первый на очереди дом номер 160 по проспекту Карла Маркса. Полицейский проверяет информацию из соцсетей. В них местные жители сообщали, что один из подъездов многоэтажки стал ночлегом для бездомных. В ходе проверки подъездов, на которые была ссылка, что в подъезде ночуют, информация не подтвердилась. Будем дальше продолжать профилактическую работу в данном направлении. Пока одни посещали жилые дома, другие инспектировали торговые точки, искали контрафакт на алкоголь. В первой месте со стражами порядка в рейд вышел новый отряд дружинников. В его составе сотрудники треста теплофикации. Молодые люди получили удостоверение всего несколько дней назад. «Нас курирует УВД, охрана общественного порядка. Будет создан план задействования народных дружин. По мере необходимости, согласно графике, согласно плана, будем выделять сотрудников народной дружины для участия в аналогичных мероприятиях». Всего за ночь полицейские изъяли около 1000 литров алкоголя и более 30 грамм наркотиков. Под контролем оказались и владельцы огнестрельного оружия. Три единицы стража порядка конфисковали. «В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия проверено 401 лицо, состоящее под административным надзором. 1419 единиц автотранспорта, 255 сотовых телефонов. Составлено 282 административных материала». Не обошлось дежурство и без приятных новостей. Николай Бугреев пришел в Левобережный отдел поблагодарить сотрудников за помощь. На прошлой неделе у него на улице украли телефон. Остановить преступника смог местный полицейский. Страж порядка проезжал мимо и увидел погоню. «Телефон взял позвонить и пытался скрыться. Но мыло через пару домов был задержан. Всез дежурную часть вызвал наряд полиции и доставили дежурную часть». Всего за ночное дежурство полицейские раскрыли 50 преступлений, 5 человек задержано, причем двое из них находились в федеральном розыске. Елена Вишнякова, Юлия Корти, Вадим Бутаков, информационная служба Медиагруппы «Знак».